Всем привет, с вами Духа. Прежде всего я хочу поблагодарить человека, благодаря которому самому относится вообще идея видеоблога. Я должен был сделать это раньше, но я, если честно, как-то забыл и в итоге так и не поблагодарить. Человек подарил мне камеру, благодаря как нормальную, хорошую HDD камеру, благодаря которой я, наверное, могу делать какие-то видео. И мне не стыдно показать это вам. Всех концу смотрят мои видеоблога. Поэтому, большое тебе спасибо. Я тебе безумно-безумно благодарен. Сегодня я хотел бы поговорить о законе, который называют о запрете гей-пропаганды. Если по каким-то причинам вы ненавидите представителей из этих мужчин, то видео вам лучше не смотреть на вы, не бороться в свое настроение. И, допоминать также, что все сказано мною, только мое мнение. И ни в коем случае не должно быть таким, как ваше. И так, начнем над ним, пожалуй, с того, что Европа и кто-то из Европейского союза предложил бойкотирование Олимпиады в 2014 год. Из-за того, что, извините ли, Россия принесла закон о защите гей-пропаганды. Из-за этого министерство иностранных дел пришлось разъяснять позицию свою по поводу этого. Из-за этого разразился небольшой скандал. И смотрелся, что бойкотов, как сказал, не будет, все же претендент довольно неприятный. В Конституции Российской Федерации сказано четко, что каждый человек независимо от его расы, веры и т.д. А вот потом иметь право на основные преступления. Мне кажется, что закон, о котором я говорю, эту самую Конституцию нарушают. Причем, я прекрасно понимаю, что он был принят как реакцию на именно запрет на нежелание проведения парадов. В принципе, я считаю, что парадекс действительно парадекс стоит. Но дело в том, что, опять-таки, в российских регионах подобный закон грозит достаточно серьезным осуществлением прав этих самых женщинцев, о которых идет речь. Вы, наверное, знаете о том, что в парках на улице можно очень часто встретить людей, которые просто обжимают друг друга, целуют и т.д. И если такая же ситуация будет происходить с людьми, поставляющимися по действию закона, то их очень легко привлечь к ответственности по этой стратегии, тем самым приносядя им массу неприятностей. я считаю, что у нас в России достаточно негативное нелиберальное отношение к таким людям. И поэтому очень может быть, что их будут совершенно незаконно, необоснованно притеснять и т.д. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что древние греки считали, что развитие подобных направлений, появление подобных ориентаций, это, точнее, история показывает, что это подобное проявление является как бы крахом заказа цивилизации. Это считалось развратом, это считалось каким-то излишком роскоши и т.д. Мне кажется, что подобная точка зрения в корне неверная. Почему? Потому что ориентация не выбирает. Не выбирает. Если кому-то нравятся только мальчики, то это его выбор. Если кому-то нравятся только девочки, то это его выбор. Нельзя человека заставить без того, кто его не привлекает. В этом нет никакого, не знаю, роскоши, роскоши. В этом нет никакого доброта. Это просто так человек устроен. Доказано, что это не болезнь. Доказано, что это просто ориентация. Более того, если учесть, что у нас в эстраде самые известные артисты, среди них тоже присутствуют люди с подобными, так сказать, подобной результацией, то мне, честно говоря, довольно странно видеть этот закон и вообще эту тему. Как вы уже, наверное, поняли, я считаю, что представители законодательства, они такие же люди, как и мы все. Другое дело, что требуется как-то законодательно оградить детей от подобного рода образования. То есть, я не против того, чтобы эти люди заключали брак, жили вместе и так далее. Но я против того, чтобы детей, чтобы они усыновляли или удочеряли детей. Дело в том, что для маленького ребенка наличие, скажем так, двух мам или двух пап, это не самый лучший вариант. И, более того, он не сможет нормально развиваться, так как ребенку он не оформит сюда, справившись лично, с необходимой полноценной мать и полноценный ответ. Когда вырастет, когда станет совершеннолетним, тогда будет делать выбор и будет делать, что хочет. И вот мне кажется, что законодательно нужно именно ограничить возможность становления, удочерения под такими людьми. Это было бы правило. И здесь уже направление не на них, не их прав, не прав взрослых этих взрослых людей, эти категории социализма, а именно защита детей. Так как дети – это будущее любой страны, любой нации, и это самое ценное, что у нас есть, и мы должны заботиться о том, чтобы подавляющее поколение воспитывалось все-таки нормально. Это то, что действительно стоит отрегулировать. Мне кажется, что реакция на запрет пропаганда достаточно сильная, не соразмерная с тем, что она запрещивает. Да, парады, я еще раз повторюсь, парады не нужны, но при этом люди должны совершенно спокойно выражать свою симпатию, выражать свои какие-то желания и так далее. То есть, если, например, парень может идти по улице, положить руку, скажем, делать девочке на плечо, приобняв ее, или, скажем, люди могут целоваться в парках, то также могут делать, в принципе, и другие люди, представители других законных арендов. Но только проблема в том, что в рамках этого закона это может быть приравнено именно к этой самой пропаганде. Ну, или может быть приравнено, что является, примерно, нарушением, собственно говоря, их прав. Европейское сообщество, которое, в принципе, в лице своих некоторых представителей выразило желание бойкотировать Олимпиаду, вполне понятно. То есть, они, дело в том, что европейские спортсмены зачастую именно представители именно этих самых мужчинских. И совершенно серьезно, совершенно обоснованно опасаются, что этих людей будут как-то, ну, презирать, как-то смотреть на них по-другому и вообще относиться негативно. И надо сказать, что я полностью согласен, что действительно так будет. Действительно это всевозможное, действительно это стоит какое-то определенное напряжение. И, как ни странно, как ни странно, в пиар вокруг этого. То есть, благодаря таким вещам, просто привлекают внимание к этому, обращаются больше и больше внимания на эту проблему, на эту прослойку общества, на эту категорию людей. И мне кажется, что это не хорошо, это, скорее, вредит, опять-таки, все остальные части общества, это только вредит. Я просто думаю, что гораздо лучше и гораздо мощнее все-таки именно заботиться не о родственных людях, которые осознанно делают свой выбор, а все-таки заботиться о детях, о том, чтобы они не стали вот подвержены подобным решениям. Чтобы эти самые дети все-таки сделали свой собственный осознанный выбор, чтобы они росли в полноценных семьях, чтобы они воспитывались нормально, в рамках общепринятых ценностей, и тогда, когда они уже вырастут, а чтобы они могли делать осознанный выбор, с кем с ней быть, как им быть и так далее. Вот. С вами был Андрюха. Смотрите, смотрите мой блог. Лайкайте, дизлайкайте. Пишите комментарии, мои пожелания и так далее. Всего доброго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok